в гостях у елены приветствую вас дорогие рукодельницы вы на канале в гостях у елены моей рубрике рукоделие и сегодня я хочу показать вам поделиться что у меня на спицах вот изделий немало но я так вижу вот и мне это очень нравится я одновременно вижу много изделий и мне нравится менять цвета это и для здоровья хорошо и поднимать себе настроение потому что один цвет мне надоедает в общем мне это нравится и сразу хочу сказать и то что не путаюсь я в узорах мне писали что столько изделий сразу невозможно запомнить узор это сложно и путайся я не забываю потому что я не знаю может быть начинающий не забудет но я все узору помню и знаю расчеты я довожу изделия до того состояния когда уже все расчеты сделаны прибавки и все такое и потом уже как бы вяжу и так начну вот с такого замечательного кардиган чека вяжу я его и всем вся вот это вот пряжа которая есть у меня она как бы в обзорах моих есть то есть вы можете посмотреть мои обзоры но в то же время как бы все равно скажу это вид бриллиант очень эта пряжа понравилась но хочу сказать что она неровной длины она хорошая но по моим наблюдениям она неровной длины она идет толстая толстая потом раз вернее тоненькая потом раз толстая то есть вот такой вот номер показываю вдруг кому-то понравится значит здесь производитель советую 2 и 5 3 спицы я вяжу с 2 и 5 вот так 45 процентов шерсть это ластер и 55 процентов акрила это такая шерсть 100 граммов 380 метров вот здесь вот сразу хочу сказать еще чтобы вы как бы поняли в чем идет речь почему у меня столько много изделий это изделие не на заказ если кто со мной всегда знает что я хочу попасть на ярмарку мастеров ручной работы вот в москве на ввц и хочу наработать себе большую коллекцию и потом выйти я потом вам расскажу что нужно для того чтобы туда попасть какие нюансы это тоже очень кстати важно вот у меня получается будет зимняя коллекция осенние весенние летние вот такая вот то есть но опять таки я хочу попасть не сейчас естественно когда уже будет много изделий в готовом виде потому что это очень важно для ярмарки вот потом я расскажу вам на эту тему сейчас пока буду как бы показывать вам мои изделия и так это вот один из кардиганов он по типу кимоно будет очень будет красивый вот здесь вот впереди у меня будет где-то 10 сантиметров резинка может быть 5 посмотрю как я сейчас еще вверх там разделю у меня как бы уже есть наброс этого кардиган чика но в процессе я обычно меняю что-то дополняю что-то как бы убираю и другое придумываю это вот такой вот узор вот видите очень красивый такой вот мне он очень нравится я сама комбинирую придумываю все вот эти изделия это лично мои вот ни из каких журналов я их не вяжу вот я сейчас вам покажу которые вот изделия на половину связанные потом уже на манекенчике покажу те изделия которые вот-вот будут готовы у меня значит вот такой вот кардиганчик когда я его свяжу я вам как бы отдельно просто покажу расскажу о нем еще но пока вот на таком этапе он у меня и как бы я довольна и так вот один как говорится проектик уже у меня можно сказать не знаю по моему здесь 60 сантиметров связано у меня так дальше вы уже наверное видели не раз вот этот у меня проектик но это это для меня лично как бы моё поэтому я не тороплюсь вязать это платье моё вот тоже это платье ведь я начинаю с юб как юбочка отсюда начинаю вязать я вам уже его показал я его просто обожаю это платье и прибавлениями иду вниз вот видите уже прилично связано я не тороплюсь вяжу потихонечку вот так вот видите она выглядит сверху набирала петелечки и уже вот в эти клинышки с этим узором разделительным вот таким вот здесь добавляла о нем я уже рассказывала буду рассказывать тогда когда довяжу какое оно будет тоже я рассказывала такого классического плана очень красивая и опять-таки я вижу тоже из вита бриллианта у меня таких два цвета я показывала обзор еще зимой на этом изделие и на эту пряжу вот такой вот лот очень красивый такой цвет даже не могу может быть камерой да действительно камера передает и вот точь в точь очень красивый цвет я где-то уже говорила о том что я ездила в гости к дочке вязала в электричке и просто вы знаете все подходили все смотрели все в восторге были от этого цвета вот ну не буду говорить характеристику пряжи потому что уже я сказала и в обзорах и сейчас вот вот в этом коралловом цвете тоже вам сказала здесь я вижу когда ну то есть повяжу что как бы более более мне нужно а свои вещи свои изделия которые вижу себе я просто иногда достаю и немножечко по 5-10 сантиметров вяжу но вот сейчас я буду усиленно вязать вот это платье и сейчас еще одно покажу так по поводу этого платьишка все уже дальше вот платьишко тоже я вам его тоже показывала это платье когда ему вам показывала его было связано совершенно чуть-чуть это вверх то есть я распределила регланные линии вот до сих пор она была связана вот и а дальше я уже видите тоже сейчас кинулась быстрее вязать это тоже мое платье я себе вяжу его такого малинового цвета и вяжу я его из детского каприза от пехорки мне очень нравится эта пряжа вот сейчас как раз мне нужно будет добавлять закончился моточек просто по тактильным ощущениям я вам просто не могу передать что это за самородок это просто сказка я мечтаю купить разных цветов и деткам вязать и себе очень мне нравится эта пряжа я вам очень очень его советую так и вы сейчас поймете здесь 50 процентов шерсть мериносовой и 50 процентов это фибра то есть очень даже вот берите смело и вяжите не не тянется я вязала образец просто петелечки на место свое как бы встают и очень хорошо здесь значит у нас получается сейчас скажу вам сколько ой сейчас секундочку тут не видно так здесь 50 грамм 225 метров 50 грамм то есть она довольно таки ну не сказать что тонкая но и не толстая если производитель советует два с половиной внутри но тонкая я вяжу в одну нить кстати очень люблю вязать изделие в одну нить потому что мне нравится как получается качество и вот это платье я уже дошла вот докуда то есть оно будет связано вверх будет связано вот таким вот узорчиком и рукава будут до сих пор вязаны таким узорчиком а дальше пойдет вот просто лицевая гладь платье получается очень красивое я вяжу себе его носить с ботвордами и с шерстяными колготочками разноцветными и очень красиво с белым будет белыми будет сочетаться то есть это уже потом это мои изделия я вам буду их показывать мне не надо спрашивать ни у кого разрешение вот такое платье видите то есть сколько я связала уже вот так было и я связала очень много то есть я уже хочу связать побыстрее и свои изделия для себя так дальше вот эти я уже вам показывала мастер-класс когда делала недавно вот этих павлиных хвостов узор вот я вяжу из вот такой вот пряжи тоже кофточку красивую очень даже красивую тоже уже говорила об этой пряже здесь 100 граммов 250 метров это 100 процентов акрил но это замечательный акрил тоже по тактильным ощущениям просто невозможно оторвать от рук и от лица настолько нежная пряжа всем советую потому как мне тоже ее посоветовали и эту пряжу посоветовали и реально она хороша я постирала вот этот вот кусок изделия начало и вот нисколько не растянулось вот просто нисколько просто петелечки на место встали узор получился красивый вот и все то есть это пряжа как бы прошла испытание мое и я ее могу посоветовать вам всем вот это тоже расскажу о ней это тоже очень красивый проект просто замечательный это тоже все я сама придумала все что я здесь имею кроме этих двух платьишек повторюсь что это для как бы для ярмарки дальше вот такой вот кардиганчик вяжу тоже очень модный сейчас он идет по типу кимоно но у меня там как всегда я свое как бы вношу просто так вот у меня получается мои тараканы там внутри голове крутятся и обязательно что-то свое если моду увижу обязательно добавляю свое чтобы это было лично от меня но мне кажется многие вязальщи так делают это мохер монарх голд я вам уже говорила о этой пряже она просто замечательная тоже сейчас я буду у меня уже закончился я буду добавлять и немножечко можно почитать вот об этой пряже хотя я уже говорила состав этой пряжи значит 50 процентов идет мохер и значит хлопок 20 процентов акрил 20 вы можете себе представить насколько хороший состав и реально это так но хочу предупредить когда вы будете вязать обязательно ну он немножко будет сыпаться но после того когда вы свяжете он не сыпется а струится пушистый красивый и из такой пряжи я уже вязала вот на заказ и девушка очень хорошо носит я вам уже говорила это давно было но она как бы ну не сейчас не в этом году она рада и я тоже его всем советую я уже показывала говорил какой узор чего и как тоже этот кардиганчик дальше не буду о нем рассказывать потому что я уже показывала и говорила когда мастер-класс показывала узор тоже павлины и хвосты и пока сейчас вам показать мне нечего потому что это начало и начало тоже по моему где-то сантиметров 50 уже вот потом когда уже будут продвигаться как будут продвигаться дальше у меня мои изделия в вязании я покажу вам покажу еще раз не в готовом изделии а еще раз покажу ну пока будут вязаться скажем так уже половина тушки что ли вот как-то так ну в общем так тоже советую эту пряжу очень-очень хороша пряжа затем из этой же пряжи я начала вязать такой кардиганчик пиджачок ну здесь пока говорить рановато потому как совсем чуть-чуть я тоже начала вязать но я не тороплюсь не тороплюсь это как бы будет на весну такой на весну сказала тоже на весну поэтому не тороплюсь вообще я не тороплюсь я все эти изделия вяжу не торопясь дело в том девчонки что я такой человек что я не люблю торопиться вязание это мое хобби и плюс еще заработок но дело в том что я люблю вязать в удовольствие никогда не тороплюсь даже когда я на заказ вяжу я всегда оговариваю время с людьми вот потому что это не будет в удовольствие вязать а вязание это такое рукоделие от которого мы должны получать удовольствие вот торопиться я не буду потихонечку по чуть-чуть вот вяжу тут уже поработала у меня Буся вот петелечку потянула любительница лазить у меня ну что ж по поводу вот этого кардиганчика но скорее всего это как пиджачок будет там уже дальше я вам покажу вяжу я его в две нити в две нити он тоже будет очень красивый и я уверена вам понравится вот это тоже для выставки тоже из такой же пряжи махер голд и еще у меня есть такая пряжа бордо бордовая такой бордового цвета я показывала обзор девочки уже делала я обзор ищу чтобы вам показать номер цвета чего-то я его не нахожу ой расчетная длина нити 250 метров 50 грамм 50 грамм ну в общем не знаю посмотрите там номер это наверное есть в обзоре дальше я сейчас вам вот так покажу а потом покажу на манекене вот этот полуверчик он девчонки очень красивый этот ой полуверчик простите кардиганчик он идет на 40 40 42 вот такой вот размер но он очень красивый поверьте мне это сейчас пока так вот он видится но потом вы увидите тоже вяжу в одну нитку это пряжа от color city вот это танкорунная шерсть 70 процентов 30 процентов лен я уже вязала если вы помните для учительницы кардиган серый и она очень довольна я вам делала обзор полный его это по германской технологии это муза у меня есть желтый значит серый и сейчас я покажу из белого чисто белый цвет уже практически готовый полуверчик вот вы его тоже видели я вам его показывала вот сейчас я уже одену на манекен и увидите хотя и так можно в принципе этот можно не одевать потому что он тоже ну маловат здесь вот я приделала вот такие шпильчики чтобы вам проще показать так как вы заметили уже что я вяжу лицевую гладь это конечно не быстро я вяжу спицами номер 2 очень люблю вязать изделия чтобы они были красивые и никогда не стараюсь как бы переходить например если производитель советует вязать пряжу например в 2 номером 2 или 2 с половиной спицы некоторые сразу их ставят в 2 нитки и давай еще другую как бы но это их право безусловно имеет право каждый но я себе говорю что я не люблю это делать если я понимаю что так получается красивше и ищу выход чтобы мне да ну возиться не буду или там побыстрее свяжу с толстыми нитками в 2 нити нет я считаю что не зря производитель советует получается очень очень красиво вот вот такой вот кардиганчик еще будет он будет очень красивый здесь зубцами будет еще будут конечно планочки будут ну в общем я вам покажу что он длинный очень красивый будет вот такой вот цвет очень красивый цвет камера передает его правильно вот такой вот номерочек чтобы вы видели и здесь 100 граммов 400 метров то есть вы сами понимаете что пряжа очень тоненькая ниточка тоненькая вот ну все уже как бы не буду больше об этом рассказывать как будут продвигаться дальше я вам тоже обо всем покажу расскажу так это тоже проект для выставки дальше вот эту кофточку вы наверно помните уже и помните что я связала тунику голубую я уже отдала ее это на заказ был я вязала в две ниточки это хлопок золотая коллекция амазонка по германской технологии тоже от color city я делала уже обзор здесь 45 процентов бамбук 55 процентов хлопок вот вот такой вот номерочек если что вот в 50 грамм тут 50 грамм моточек 155 метров дело в том что здесь вяжу двойкой номер два два и пять советуют производители а вяжу двоечкой кофточка еще не готова сразу предупреждаю еще буду как бы стирать ее получается красиво ее можно одеть на манекенчик и показать но и так можно показать то есть здесь будут пуговички вот как то так я одену на манекенчик еще покажу вам на манекен это будет коротенькая такая кофточка рукавчик будет до локтя и тоже вот такой же вот ажурный узорчик будет вот рукавчик вот так вот будет тоже как низ в общем сейчас одену и покажу да про эту пряжу что хочу сказать она безусловно хороша эта пряжа Но сразу предупреждаю, что она тянется. И обязательно вяжите образец, обязательно вяжите образец, чтобы вам правильно рассчитать. Потому что я связала образец, кстати, связала образец, он растянулся на одну длину, затем уже полностью весь изделие, вот я стирала это изделие до сих пор, вот когда было стирало, вот это вот я не стирала, вот низ не стирала, но и видно, здесь более расширенное, а внизу меньше, то уже вот в таком большом полотне растянулось гораздо больше. Хочу вам сказать, что вяжется долго, безусловно, номер два спицы, ну посмотрите, какая красивая гладь. Обожаю красивую гладь, вот эта кофточка, совершенно не выглядит, что она вязана ручной гладью, ручной вязкой. То есть такая вот лицевая гладь получается хорошая. И вот, конечно же, безусловно, как же не вязать в одну ниточку, если получается так красиво. Это летняя кофточка. И вот, кстати, голубая туничка, которую я связала, я вам показывала, я в две вязала, она получается гораздо грубоватей, но тоже мягенькая, нежненькая такая, но потяжелее. И в готовом изделии тоже она очень сильно растягивается, предупреждаю об этом, если вы будете покупать, что у вас ждет вот такой вот подарок. Обязательно рассчитывайте петелечки. Пряжа хороша, я ничего не скажу, но вот такой вот минус есть, что вот растягивается, об этом тоже нужно помнить. Вот. Не знаю, может у других по-другому, но вот у меня вот так вот, как бы, вот такая кофточка. Вот на такой, когда я ее показывала, вам, по-моему, у меня было вот так вот связано. Это, эту часть я, я брала с собой ее в Молдову, и вот я вязала вот эту часть полностью в Молдову уже. Видите, вот такую вот часть я вязала в Молдове вечерами с сестрами. Вот. Так, дальше еще один проект у меня есть очень красивый и замечательный. Сейчас я вам покажу его. Это плед. Продвигается он очень хорошо. И этот, как бы, эту пряжу я вам тоже показывала. И это Ализе Супер Ланы Классик. Вот, я делала обзор. Вообще всей пряжей я всегда делаю обзор. 100 грамм здесь получается 280 метров. Так, производитель предлагает с 3 до 4 спицы. Я вяжу спицами номер 6, но вяжу в 2 нити. Вот. Такой вот большой, в 2 метра. 2 метра он у меня в ширину, и длина у меня будет, то есть, получается, что у меня, я вяжу в 2 нити, и у меня таких моточков, значит, 14 штук. То есть, вот все извяжу, и вот такая будет длина. Я вот так хочу. Это, можно сказать, моя отдыхалочка. И я уже вам говорила о том, что у меня еще есть желтый пледик детский. Вот, с павлиными хвостами тоже я вяжу, очень красивый. Но его у меня нет здесь, я не могу вам показать. Он у меня в загородном доме, я там вяжу. Он у меня тоже как отдыхалочка. То есть, я не буду торопиться его вязать. Так, вот такое еще изделие. Ну что ж, теперь покажу вам последнее мое изделие, красивейшее. Я влюблена в этот полуверчик, и думаю, что вам он тоже очень понравится, когда я вам сейчас его покажу. Я его вам показывала на стадии, в таком начальном. Вот, снизу я его вяжу по кругу. Так что, сейчас посмотрим. Итак, вот эта красота, вот на такой стадии. Если вы помните, я вам показывала его, как я вязала. Я вязала по кругу, затем здесь у меня прибавления были. То есть, вот так вот я вязала его. Вот так. И здесь вот прибавления. Здесь уже я набираю петелечки. Вот я вам показываю. Здесь набираю петелечки, вяжу рукав. И обязательно будьте внимательны, если будете вязать, чтобы у вас узорчик тоже здесь вот, когда вы будете убавлять, вот, поворотными рядами я это делала, чтобы получился вот такой вот скос плеча. Плечи же у нас неровные. Вот, и должно быть все красиво. Набрала я вот здесь. Прямо здесь я набирала. Набирала, значит, через две петелечки. Я добавляла одну петелечку из другой петелечки. Вот, таким образом. То есть, чтобы рукав был пошире. Вот это изделие уже я постирала. Вот, это стиранное. Тоже я вяжу спицы номер два, тоненькие. Вот зеленый, значит, кардиганчик. Это вот та пряжа. Здесь австралийская шерсть и лен. Вот. И серая. И серая я вязала уже, кардиган я вам его показывала. То есть, вот швы единственное, что я его не стирала, когда не сшивала еще. А потом вот я сшивала. Сшивала я трикотажным швом. И тоже, чтобы, видите, подходил вот узор, чтобы он шел красиво. Ну, в общем, чтобы красиво все располагалось здесь. Воротничок я не стирала. Тоже я его, когда обвязывала, не стирала. То есть, тушку вот саму стирала. А уже вот здесь вот швы не стирала. У меня здесь только, только здесь швы. Здесь нет швов, потому как здесь идут прибавления. Вот. И здесь нет швов. Будут швы только на рукавах. Вы скажете, почему я все не связала по кругу. С удовольствием бы сделала, но у меня не нашлись такой ширины спицы по кругу, чтобы я смогла такой ширины связать, значит, рукав. На пяти спицах пробовала, тоже не нашла. Они у меня получались толстые. Нет, у меня номер два, надо купить обязательно. Вот. Получается у меня полуверчик. Видите как? Здесь один узор, здесь другой узор. Сзади, здесь впереди больше вот с таким ажурным узором. И косичка разделяет. Дальше, значит, получается, что узор вот такой вот больше, наоборот. А уже ажурный узор меньше. Я хотела связать рукава так. Это чтобы был ажурный рукав, а этот как этот. Потом я начала вязать, посмотрела, что это не дело. На рукавах уже будет смотреться некрасиво. Это как бы мое мнение, и как бы я вяжу. Видите, сначала, когда вяжете, получается как будто вот не очень ровные. Но когда вы уже стираете, вот такая гладь получается красивая, ровненькая. То есть, петелечки ложатся на место. Пряжа замечательная. Я вам всем тоже ее советую. И обратите внимание, тоже я предупредила, что узор должен обязательно повторяться везде. И когда вы будете делать прибавление, вы тоже должны его включить в петли, в наборочные петли узор. Обязательно. Везде. То есть, вот он вот так вот сзади выглядит. Вот так вот красиво. Этот свитерочек 46 размер, но он по типу оверсайз. То есть, он на меня большой, но на такой размер я вязала. Так. Сейчас повернем. Вот. Здесь, когда я постираю, естественно, воротничок ляжет хорошо. Если вы заметили, платочная вязка у меня обвязана горлышко. И платочная вязка у меня здесь. Естественно, рукавчик будет заканчиваться тоже платочной вязкой. Вот. Когда довяжу, обязательно покажу. Потому что вот этот полуверчик тоже вяжется у меня для выставки. Я вам его показывала. Как бы был он связан вот так вот. Ну и примерно рассказывала, как буду вязать. По такому же типу у меня связана туничка голубая. Как раз таки вот из хлопка. Бамбук и хлопок. Color City. Голубая. Вот. И только там я еще вот так вот тоже связана была. И здесь связана вот. Показала вам. Чуть-чуть крючком я обвязала. Туничка красивая получилась. Заказчица очень-очень довольная. Захотела еще заказать. Но пока у меня нет времени. Сейчас я полностью все свои силы, девчульки, кидаю. Именно на изделия для выставки. Потому что я уже собиралась не один год это. Я только соберусь, у меня тут же скупает. Я свяжу, скупает, свяжу, скупает. Я не хочу так. Я хочу попасть на выставку, чтобы у меня было очень много вещей. Потому что мало туда незачем идти. Я вам сейчас расскажу. Опять-таки, обязательно закажу все, что мне нужно для того, чтобы изделие было готово, красиво для продажи. Сейчас я вам об этом расскажу, что нужно. Еще я буду заказывать через интернет все упаковки и все такое. Ну что ж, мои дорогие. Вот пока вот эти все мои изделия. Я сейчас уже, огород уже позади. Немножечко освободилась сейчас. Как говорится, консервации я уже особо много в этом году не делаю. А вот, потому что у меня с того года осталось. По чуть-чуть делаю только. И у меня больше времени. Я сейчас кидаю все свои силы. Но я все равно вязала, потому что я, не повязав, не лягу спать. Я обожаю вязать. Для меня это отдых. Опять-таки, хочу сказать, спрашивает, когда же я отдыхаю и когда я успеваю. Дело в том, что, еще раз повторюсь, что обязательно планируйте все свои дни. Если вы не будете планировать, вы ни в чем не будете успевать. Я вам говорю, как мать четырех детей. Но дети уже живут отдельно. Все. Уже и внук есть. Поэтому без распорядка дня ничего не успеете. Планируйте день. И тогда вы посмотрите. Вы будете планировать по силам. Если даже что-то вы не будете успевать, ни в коем случае его не делайте. Вы можете перепланировать его. Все должно быть в удовольствии. Живите в удовольствии. Во всем должны вы найти позитив. Чтобы не упасть ни на огороде, не упасть ни в вязании, ни в чем. Все должно идти у вас в радость. Это вот мой такой советик, потому как мне такой вопрос задавали. Ну что ж, я сейчас еще немножечко времени у вас займу и расскажу вам немного правил, как попасть на выставку мастеров, ну как бы продажи ручных изделий, ручной работы, изделий ручной работы. Итак, у меня еще в плане начать вот кардиганчики. Я вам уже рассказывала тоже про эту пряжу. Это все, наверное, знакомы с Кидмахером от Ализе, Кит Роял. Вот, значит, это золотая коллекция софт, ой, софит по германской технологии. Из нее я вязала зеленый свитерочек, один на продажу, тоже очень хороший. Это высококачественная тоже пряжа, 100 грамм, значит, 380 метров. Так, вот такой вот номерочек. Цвет моя камера передает точь-в-точь. Вот, дальше, ну, опять-таки, это, я вам сейчас состав скажу, 45% шерсть, а шерсть, скобочка, кластер, это такая шерсть, и 55% шелка. Это от Color City по германской технологии. Многие мне писали, и вообще, слышала о ней, что очень сложно с ней вязать. Ну, девочки, безусловно, да, почему, что сложно, какая сложность имеется в этой пряже? То, что, когда начинаешь вязать, она сыпется отсюда и может запутаться. Я просто кладу, у меня специальные есть корзинки, и если она у меня там рассыпется, то она, то есть, на месте будет. Ну, если вы знаете, что пряжа сыпется, то с ней просто нужно осторожнее. Вот и все, я не вижу здесь проблемы. Вот, и, естественно, она со спиц падает, петелечки. Тоже нужно быть осторожной, вот, и использовать заглушечки на спице. Вот, если вы заметили, что я буду вязать, вот, действительно, вот цвет передается, девчульки, мои хорошие, передает цвет, вот, точь-в-точь камера. Это обалденный будет полуверк, вы просто не представляете, как будет вместе все смотреться. Я уже вязала. Вязала это я вот из такого цвета. Просто, просто я его не показывала, его, потому что это на заказ был, и очень быстро. Очень красивый, значит, проект у меня настолько красавный в изделии, это будет загадочка. Это я хочу опять посадить на спицу, вот этот замечательный, потому что, вот этот замечательный кардиганчик, потому что у меня сейчас уже выйдет из работы уже полувер, вот этот, значит, кофточка розовая выйдет, и платья у меня два выйдут, то есть у меня, как бы, останется время еще кое-что посадить на спицы, я собираюсь вот этот замечательный проектик. Он очень красивый, тоже модный, тоже вот эти кардиганы оверсайз, они сейчас очень модные, все знаете. Вот, и цвет очень красивый я выбрала, просто обалденный. Как буду вязать, я вам тоже, когда посажу на спицы, свяжу какую-то часть, обязательно покажу вам. Вот, ну и сейчас немножечко хочу рассказать вам о том, если вы вдруг надумаете поехать, как бы, на ярмарку мастеров, на продажу своих изделий на ярмарку мастеров, вот, это выставка продаж ручной работы, вот, ну, не знаю, как еще сказать, но вы меня поняли. Дело в том, что у меня многие спрашивали, ездила я, не ездила, я не могла поехать, потому что у меня нет еще, я говорил, когда я навяжу. Но просто посетить эту ярмарку, просто так, как бы, посмотреть, познакомиться, вы можете каждый. Все вы можете найти в нашем замечательном ютюбе. Погуглите, пожалуйста, и вы все узнаете, все правила, все, и где это находится, и все. Вообще, я живу в Москве, то есть я на московскую буду попадать. Итак, что нужно для того, чтобы попасть туда, нужно обязательно подготовиться. Это должна быть у вас, во-первых, у вас должны быть достаточный ассортимент, чтобы было что-то, ну, чтобы предложить покупателям. Изделия разной ценовой категории у вас должны быть. Вот, то есть и подороже, и подешевле. То есть, чтобы вы заинтересовали, как бы, вашего покупателя. Вот, обязательно цену ставьте здравомыслящуюся. Видите, как даже это слово у меня не выговорилось правильно. Потому что это очень важно не прогадать в цене и не преувеличивать. Вы должны знать качество своих вещей, своих изделий, чтобы дать правильную цену. Только тогда покупатель вас примет, и тогда вы будете на высоте, и у вас будут разбирать на ура. Никогда не превышайте цену, но и не занижайте. Так, дальше у вас должен быть свой логотип. Обязательно. Это ярлычки. И там должны быть написаны размеры, из чего сделаны, и рекомендации. Это нужно, это можно заказать в интернете. Пожалуйста, наберите, и очень много можно это сделать. Обязательно должна быть упаковка с вашим логотипом желательно. Это просто, я вам говорю, как правильно и как лучше у вас дело пойдет. То есть, у вас должно быть все на высшем уровне. Только тогда вы попадете в это русло, и вот этим ручейком вы будете течь в правильное направление. Вот. Визитки у вас должны быть, вот, вы будете, если у вас купят, значит, вы упакуете в красивую упаковочку с вашим логотипом, и туда бросите свою визиточку. Это будет здорово. Здорово. Или просто на столике рядышком коробочку красивенькую, типа вот вязаную даже корзиночку туда, свои визиточки положите, и даже если покупатель ничего не купит, он возьмет себе визиточку, и потом, если он надумает, он обязательно вам позвонит. Дальше. Пакеты. Даже можно просто, не обязательно такие пакеты бумажные, хотя это здорово, и из натуральной, там, старайтесь упаковочку натуральной покупать. Ну, это здорово. Бечевочку красивенькую, чтобы, действительно, это был хендмейт, чтобы это смотрелось тепло и уютно, потому что это ручная работа, это вязаные изделия. Так. Насчет этого. Так, по ценам я уже сказала. Должны быть у вас, кстати, еще и мелочи связаны. К примеру, парижки, шарфички, сумочки разные, чепчики. То есть, ну, чтобы у вас был одним словом большой ассортимент. Носочки, там, неважно, будете ли вы, вы знаете, некоторые думают, если они попадают на летнюю, там, где-то что-то, то, еще лето, и это, нет. Люди будут брать летом зимние вещи, потому что вы знаете пословицу, что готовь сани летом. Так. В общем, чем больше мелочей, тем лучше. То есть, у вас обязательно что-то купят. Я вам хочу сказать, что в первый же день, я не уверена, что у вас раскупят по 5 тысяч, по 10 ваших изделий. То есть, покупатель познакомится с вашей продукцией, с вашими изделиями, увидит это качество, начнет с мелочей. В общем, это тоже должно быть. Вот. И, чтобы разная ценовая категория обязательно, ценники должны быть обязательно, с составом и размером изделия обязательно. Значит, с вами должен быть стол, и не один, если у вас много очень всяких разных изделий. Затем должна быть обязательно вешалка. Вешалка такая на колесиках, и там у вас будет на плечиках висеть очень красиво ваше изделие. Ну что ж, мои дорогие, вот как бы немножечко я ознакомила вас, потому что очень много меня спрашивали. Видео будет длинным, вот. Вот, поэтому я думаю, что очень интересный такой общительный разговор у нас получился. Я вам очень много хорошей, полезной информации дала. Если еще что-то, как бы, нужно будет, я обязательно дам. Но хочу сказать вам, что когда я буду собираться, обязательно я вам скажу. Вообще, вот, буду снимать такие видео, как сегодняшние, как будут продвигаться мои процессы. Вот. И вот так вот. То есть, вы меня поняли для начала, потому что меня очень много спрашивали об этом. Как попасть туда, вы найдете обязательно в Ютубе, обязательно, чтобы вы там вычитали все правильно, чтобы вы, как бы, ну, не от моих слов, но то, что с собой брать, как бы это я обязана была вам сказать. Не торопитесь выходить двумя-тремя вещичками, просто зарекомендуйте себя сразу хорошо. Хорошо, если вы на рынке встанете сразу правильно, то у вас пойдет дело. Дело в том, что у меня была коллекция, но она не была такой большой, и я уже это знаю. Поэтому, как бы, я больше так не буду делать. Связала, и тут же кто-то у меня увидел, тут же купили, связала, купили. Вот этого не буду делать. Вот все, что есть, оно как бы будет у меня копиться. Я буду стараться попасть в новый тренд, какой появляется. Вот, но, да, да, самое главное. Еще хочу сказать вам, потому что очень много мне задавали вопросов. Дело в том, что хочу посоветовать вам, как связать вязаные свои изделия, чтобы они, как бы, хорошо покупались, что ли. Девчонки, не знаю, как сформулировать мысль, но я сейчас вам ее попытаюсь расправить, разложить по полочкам. Хочу сказать, что изделия очень хорошо покупаются, те, у которых нет очень много узоров. Больше покупается, где есть, например, платочная вязка. Вот такая вот красивая, наикрасивейшая гладь лицевая. То есть вот такие маленькие, такие небольшие узорчики. То есть не старайтесь делать много всяких разных узоров. Особенно, но это мое мнение, кстати, я уже испытала, я очень много и давно уже вяжу и продаю вещи, даже не могу вам лета сказать, 7 лет вяжу. Дело в том, что на летние вещи порой, на тонкие такие вещи, когда вяжут в одну нить, просто загружают изделия большими узорами, там и несколько видов. Хочу вам сказать, что такое не очень охотно покупается. Это на моем примере, девчонки, я просто хочу вам сказать, что это здорово. Я не беру в расчет те изделия, которые вяжутся зимние. То есть, понимаете, такие вот финского разлива, то есть такие свитера теплые, там с ранами, с косами. Да, это зимние, там лыжные такие всякие разные, бомберы вот эти вот все очень модные. Вот, я не беру их в обозрение. Но все равно я вам хочу дать этот совет, чтобы вы вязали свои изделия как можно меньше узоров. Потому что такие охотнее берутся, потому что на моем опыте всегда, я тоже любила раньше вязать узоров, там много все это. А потом я, ну, как бы стала разделять. Вот, все, максимум один узор, вот, или там два. И охотнее брать, потому что покупатели говорили, нравится все кофточка, но так много узоров я не могу. Поэтому, особенно, еще вам хочу сказать, именно на больших размерах никогда не перегружайте узорами. Потому что большой размер, все рукодельницы знают о том, что он увеличивает. То есть, человек становится еще больше. Вот, поэтому тоже вот эти нюансы рассчитывайте на них. Ну, что ж, мои дорогие, я буду заканчивать. Вот, хочу пожелать вам удачи. Кто надумал попасть на такую замечательную дорожку, то есть, выйти со своими изделиями на выставку продаж, ручной работы, заявить о себе. Вот, то не бойтесь, не бойтесь ни в коем случае. Начинайте, но начинайте правильно. Опять-таки, хочу предупредить, как себя поставите, так и пойдет. Это, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Мои дорогие, удачных вам проектов, ровных вам петельечек. И до следующих встреч. Как всегда, вы были в гостях у Елены. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok